всем привет дамы и господа доброго времени суток где бы вы ни находились в каких часовых поясах всегда рады вас видеть вот сейчас такой экспромт как обычно я люблю такие знаете без подготовки импровизации хотя в музыке я придерживаюсь абсолютно противоположных мнений если это аранжировка должна быть сделана от и до и что касательно студии на работа а если это сейша можно импровизировать то есть занимаюсь и тем и тем и это было всегда спасибо за то что всю жизнь мне попадаются и вернее встречаются очень хорошие люди друзья талантливые люди и в общем отдушина и поэтому вот такая вот такое вот сравнение такая параллель данном случае скажем это пускай будет такой сейшен небольшой порцелановый сейшен причем очень необычно я вам скажу благодаря одним уважаемым людям могу так сказать так бы я наверное к этому не не пришел так быстро но в общем собрал я вот эти вот мы постарались и выстребли какие-то сусеки там поскребли там как сказки говорят и вот так оказалось у нас очень неплохая коллекция вот таких вот маленьких розеток которые в диаметре ну составляет среднем 10 сантиметров может быть десять с половиной неважно в принципе это стандартный размер по всему миру розеточек как их называет народ не буду спорить можно сказать маленькие тарелочки там ну дело такое то вот собралась такая неплохая коллекция я просто сейчас форме абсолютно такой вот импровизированной и не конструктивной а обычной форме легкого показа покажу вам эти вещи чтобы вы знали о чем мы с вами говорим но коль уже мне попался этот розенталь прям напросился вот это редкая вещь это супер это мольер розенталь вам знаком не буду сейчас хвалить и рассказывать историю этой фирмы скажу что она одна из старинных мануфактур немецких качество ее просто потрясная я уже не раз показывал розенталь в обзорах она просто говорит само за себя посмотрите на это качество здесь никаких заусенец это просто очень-очень качественные вещи которые очень любят люди и даже прекрасно мы все понимаем почему потому что это красиво это совершенно это красиво розенталь фирма с богатой историей и принципе даже мне кажется чемпион по маркам марка это то что находится на обратной стороне данном случае это мольер практически если мы будем брать розенталь начала 20 века то практически каждый год эта фирма выпускала марку то есть не то что выпускала на ее выдумывала и проштемпель проштемпелях лёвывала очень-то свои фарфоровые изделия уровень потрясный звук потрясный но это уровень высочайший розенталь ребят поэтому здесь всяческие лишние похвалы не нужны вот повезло купить в недалеком прошлом вот такой сет в составе большая если так можно сказать имеющие 20 сантиметров в диаметре конфетница салатница не важно потому что меня могут поправить когда это тот нет ребята можно даже соленые огурцы нет проблем и это классно и помидоры соленые и перчик и очень хорошо и вот так и так далее да и 6 вот таких розеток они все имеют высочайшее качество исполнения то есть никакого брака все нормально все круто номер модели все есть вот такой сет редкость большая любят их со всех сторон как говорится и хвост и в гриву поэтому ну что можно добавить красиво я даже не пытаюсь поставить знаете вот как угодно поставьте будет все круто просто будет потрясающе эти ножки понимаете это все очень 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 это все признак сами знаете чего поэтому вот такой розенталь красивый и вот у меня вот здесь вот всего только вот одна из серий я думаю это все-таки серия я думаю это серия вот такая шикарная розеточка розенталь очень крутая очень технически сделано совершенно детализация потрясающая шиповник и ежевика да насколько мне позволяют мои ботанические познания и очень интересная здесь и древние кстати марка говорящие о возрасте этой тарелочки я сейчас не буду козырять года но она очень старинная вот у розентали каждый год практически новая марка такая потрясно в отличном состоянии 1 ничего для для коллекционеров понимаете это тоже хорошо так что вот таким образом я презентирую вот давайте перейдем к этой стопке к этой пачке количестве 6 тарелок давайте вот так вот здесь немножко освободим место и смотримся в эти прекрасные цветы и подумаем о мануфактуре которая это создала мануфактура потрясная мануфактура любимое и ценимое специально показываю вам это не под глазурная роспись это над глазурная роспись но большого значения это не имеет так как мы в принципе согласны на любую роспись и на под глазурную так называемую ин глазу и на вот это фюрстенберг ребята западная германия годы так в общем-то шестидесятые-семидесятые фюрстенберг мало то что это красиво звучит это еще и очень очень любима и коллекционируемо вот так короче могу склонять глаголы по полной программе вот шесть таких тарелочек редкость бывали они у нас примерно такого же плана даже как-то один раз повезло приобрести вот такой красивой подарочной упаковки такой коробки как конфетная коробка я уже принципе где-то обзирал эту коллекцию и она сейчас в руках очень хорошего человека поэтому мы ему желаем вернее ей всего-всего самого лучшего вот посмотрите я специально показываю спокойно эти цветы потому что здесь нет мелочей посмотрите как это все красиво вот далее потрясающе потрясающие букеты и казалось бы ну маленькая тарелочка ну что с нее взять ну что где где масштаб а вот он масштаб ребята он здесь масштаб он вот в этой эстетики в этом красивом букете это реалистично это красиво это настоящий и во всех отношениях приятно вот здесь даже ирис то есть 6 6 тарелочек имеющих разные сюжеты мне мне нравится принципе это такая особенность хотя бывают очень прелестные и казировские фюрстенбергские розетки на которых один рисунок ну принципе это имеет место быть и вполне допустимо немножко отсвечивает свет ну это даже неплохо он нам придает вот такое свечение свечение оживление посмотрите как ирис я сознательно всегда делаю и вот она как бы подсвечивает мы видим до кисть художника все четко состояние перфект все нормально вот такие розетки и далее еще может быть где-то пыль столетий не обращайте значение это все не имеет такого сейчас кардинального мы сейчас смотрим просто на красивые цветы вот на эти букеты вот гвоздика все реалистично господа посмотрите как из играет свет как он оживляет эти цветы они как бы радуются все-таки знаете внимание уделили а то они где-то лежали там в каких-то каких-то запасниках как-то все это не особо а теперь вот на них смотрят приличные люди приличные люди смотрят не каждый день и поэтому они очень рады такому вниманию вот это ребята фюрстенберг и вот 6 тарелочка мы видим что везде не поскупились на сюжеты и и все-таки на 6 тарелочках имеется 6 разных сюжетов это очень приятно так что вот такой фюрстенберг господа 6 тарелок красиво сюжетно декоративно представьте себе да кушайте гости дорогие сервируйте себе на эти тарелочки все что вы захотите не нужно себя сдерживает шашлык имеется в больших количествах поэтому будьте любезны расслабьтесь и получайте удовольствие вот я пока сервирую немножко вправо вот давайте перейдем немножко сделаем контраст вот такая интересная вещь это шуман причем шуман очень древний посмотрите на эту марку она сейчас вверх ногами ну зато я букет держу вот правильно посмотрите прорезной фарфор очень древняя такая вот тарелочка прорезного фарфора мануфактуры шуман очень красиво сделано все очень-очень качественно ну и коротенько все-таки марку покажу вам что все-таки вы знали о чем идет речь это древняя марка очень древние шумом господа это из города арцберг контора потрясающая немецкая контора которая делала уже не делает потрясающая прекрасный фарфор вот посмотрите на эту стопочку прекрасных тарелок это ребята кайзер насколько мне не изменяет кайзер 70-х годов посмотрите западная германия это то время когда джинсы были настоящим кстати вот имеется вот такие шесть посмотрите на этот вишнево терракотовый рант очень красивый и опять же мы видим над глазурный вот такой рисунок букет корзине и цветовая гамма и такая в общем то основная линия этого букета по цвету она сочетается хорошо с этим рандом с этой каймой очень красивая детализация очень красивая очень обильные букеты их конечно надо рассматривать дольше и ближе но времени знаете тоже не очень у вас я имею ввиду я там могу часов шесть посидеть мне то что вы все-таки как-то люди деловые вот такой потрясный букетик тоже состояние очень хорошая я смотрю что на этой серии в основном значит в корзинах букеты смотрите какой синий прекрасный как живой какой-то цветочек розы очень красиво бутоны не распустившиеся вот вам ребята кайзер солидная фирма красивая фирма тут и полевые какие-то цветочки очень тонкая красивая работа далее смотрите какое роскошество просто это маки я думаю вам должно быть видно хорошо эти детали прекрасные листики зеленые очаровательные букеты абсолютно разные шестая тарелка красивый банк на корзине вот посмотрите как они смотрятся в общем очень живописующе даже не хочется и складывать вот это у нас тоже кайзер посмотрите вот такая тоже стопка 6 тарелок золотой ободок здесь тоже в принципе те же сюжеты но вместо вот такого ранда золотой что тоже очень круто не буду долго на каждую тарелку внимание обращать просто покажу потому что уже мы смотрели эти сюжеты они в принципе те же самые один в один просто характер тарелки и уже нота такая нота она немножко другая потому что вот здесь так а здесь так и мне даже кажется в масштабе здесь немного мельче а здесь крупнее то есть вот такая визуализация получается интересная вот 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 такие шесть прекрасных тарелочек шумана смотрите давайте посмотрим очень старая очень старая марка артбирк как я вам и говорил номер модели вот такие птички детализация просто вообще беспредельно кто разбирается в птицах я думаю вопросы не возникнут кто это очень красивые розетки просто хочется брать в руки и долго рассматривать и вот есть еще раз два три 4 тоже 6 это изумительная серия города германии это франкфурт это тоже франкфурт и это франкфурт зальцхаус соленый дом и это франкфурт франкфурт это видно типа полиции и это франкфурт что франкфурт так ну и здесь одинаковые вот такие очень старинные тарелочки баварии они просто вот пять штук вот такой вот вот такой узор где-то золото немножко но они очень старинные они побольше они где-то 13 вот такой у меня к вам сегодня был разговор о красивых вещах в данном случае розентарь козер ферстенберг и шуман эти кстати тоже козеровские тарелки так что на этой ноте господа и дамы всем пока заходите в гости и будем с вами кое-что красиво осматривать до свидания всем удачи и Продолжение следует...